Здравствуйте, друзья! Этим видео я начинаю новый цикл, который будет называться Ловушки. Безусловно, в первую очередь, это будут ловушки, которые встречались в моих партиях, в которых мне удавалось поймать противников, ну или они меня ловили. Но не исключено, что я буду обращать внимание и на партии супертурниров, если, допустим, сейчас Грищику или Корякину удастся поймать в своих противниках какую-нибудь интересную дебютную ловушку, я это с удовольствием попытаюсь осветить. В принципе, отношение моё к дебютным ловушкам такое, достаточно негативное, потому что чаще всего дебютные ловушки ставятся в ущерб позиции. То есть, интерес представляют в первую очередь те ловушки, которые мы ставим не ухудшая собственные позиции. Вот, например, в какую ловушку мне не удалось поймать международного мастера Вадима Ахмадеева, который как-то внезапно несколько лет назад ушёл из жизни. Очень сильного шахматиста, очень приятного в общении. Но то, что мне удалось за доску эту ловушку придумать, потом через какое-то время, год-два, позволило поймать в неё в блиц, правда, в дружеской партии, на плейс-с, гроссмейстера Александра Галкина. Значит, б3, очень редкий вариант в сицилианской защите. Мне он нравится, причём нравится чем? Самый популярный ответ чёрных б6, и после д4, цд, конь бьёт д4, возникает позиция, которую я много анализировал, ещё когда не было компьютеров. Много потратил времени. Выглядит она совершенно нелогичной для белок. Пешка на б3 смотрится очень странно. коня на c3 по-человечески не поставить, надо считаться со связками. В то же время ход b7, b6, ну, вполне нормальный человеческий ход в сицилианской защите. Слона на b7 поставить, что может быть естественным. Вот. И вот здесь белые продолжают играть достаточно нелогично. Они напали на ослабленный пункт d6, угрожают сыграть словно b4. У черных масса интересных ходов. В частности, самый принципиальный ответ это слон b4 в ответ на что белые должны напасть на этого слона, насколько я помню. И если теперь слон b4, то напасть еще раз на этих слонов. Вот. В этой партии черные сыграли a7, a6. Количество турнирных партий, в которых я сыграл вот этот вариант, ну, где у меня встретился этот вариант, ну, где-то в партии 10, наверное. То есть, многим шахматистам хотелось забрать пешку на e4, но именно предварительно согнав моего коня на d6, чтобы не считать варианты, связанные с выпадом слона f4. Ну, и вот здесь, собственно говоря, и начинается вот эта ловушка. Белые для начала нападают на мат. У черных два хода конь e7 и конь f6. Ход конь f6 выглядит более естественным, потому что при коне на e7 рокировка же точно так же невозможна, и кажется, что конь же на f6 все-таки стоит более централизованным. теперь конь d2 напали на слона, но не уверен, что мы вот так хотим его съесть, просто хотим посмотреть, как же сыграют черные. Естественный, самый естественный и самый понятный ход за черных это конь c6. Они не опасаются размена на e4, вот в чем плюс появления коня на f6, да, на конь e4 черные возьмут конем на e4, и не видно, чего белые достигли. Ну и вот здесь мне удалось поставить такую попутную ловушку, очень полезный ход конь c4 сделан с очень неприятной угрозой. Вот я не знаю, как эти стрелочки убирать, они сами собой появляются, вот эти, я их не ставил, эти синенькие, оранжененькие стрелочки, да. В общем, международный мастер Вадим Ахмадеев здесь сыграл конь e7 и после ферзь бьет b6, белые отыграли пешку, конь d6 шаг угрожает и потихонечку реализовали свой позиционный перевес, заключающийся в первую очередь в сильных слонах, особенно слон a3 свирепствует у нас. Вот. А гроссмейстер Александр Галкин сделал, правда в блиц, в товарищеской встрече, сделал более напрашивающийся ход b6, b5 и белые играли дальше вот по стрелочкам. Ферзь f8, ладья бьет f8, конь d6, ну такие шашки в общем, всем шахматистам понятные, да, противник, у противника единственные ответы, это значит, что наш конь c4 попал на g7, и это мат. На этом я с вами пока не прощаюсь, должен принести извинения всем друзьям, которые надеются на выход дальнейших видео, просто сегодня вечером я уезжаю на турнир, поучаствовать в первенстве уральского федерального округа по шахматам, ну и помочь немножко ребятам, которые тоже с нами едут, и у меня большие сомнения, что удастся записать еще ролики, поэтому скорее всего где-то дней 10 никаких роликов не будет, ну может быть сегодня вечером удастся еще один записать перед отъездом непосредственно, но маловероятно, что будет больше. Спасибо за внимание, с вами был международный гроссмейстер Роман Овечкин, до новых встреч.